Привет, друзья! А кто из вас знает, как узнать, на рыбалке в марте клюет ли сегодня рыба? То есть, позволяет ей погода питаться сегодня или нет? Хотя бы на одну из тех насадок, которые у вас есть. И в этом видео я расскажу одну небольшую маленькую хитрость, которую сам пользует. Как узнать, на рыбалке в марте клюет ли рыба сегодня на рыбалке? Позволяет ли ей погода питаться? В данном видео речь пойдет о стоячих водоемах, заливах, затунах и о реках. Исключение озера. Как большинство друзей рыбаков делают, придя в какие-то стоящие водоемы, заливы, затунах или на ту же саму реку? Делают одну, вторую, третью, пятую лунку. После этого цепляют насадку, отпускают на самое дно, не клюет. Облавляют вторую лунку, третью, четвертую, пятую, шестую, десятую. Не клюет. И рыбак продолжает бурить лунку за лункой, облавляя каждую из них. И не клюет. И рыбак не может понять, то ли сегодня погода меняется, то ли опять какие-то насадки не те, то ли там рыбы нет. Почему не клюет-то, а? Так время тратит, 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 и в итоге ничего не получается. Рыба не ловится. Ноль. Прошло 10, 15, 20, 30 минут, час, второй, рыбы ноль. Но как, друзья, поступить в этой ситуации правильно? Пришли вы на реку или в стоячий водоём, залив затон, сделайте сразу 3-5 лунок, чтобы не шуметь. Лучше один раз нашуметь. В предыдущих видеороликах я рассказывал, что лучше делать сразу 3-5 лунок, чем, как говорится, через определённый интервал по одной. Шумим, шумим, шумим и шумим. Вот. После этого берём насадку, которая у вас есть, не заморачиваемся, что есть, то и цепляем на мормышку, будь то опарыш, будь то червяк, будь то мотыль, будь то короед, будь то репеник, и отпускаем под самый лёд. Именно под самый лёд. Сначала на одной лунке, потом второй, потом третий. Зачем это нужно? Подо льдом, под самым лёдом стоит уклейка, везде сущая, как на реке, так и в каких-то стоячих водоёмах, будь то залив или затон. Если мы увидим поклёвку, значит сегодня рыба клюёт. Рыбе погода питаться позволяет. Ну а если вы сделали 3-5 лунок и не увидели ни поклёвки, то есть сегодня уклейка не клюёт, значит сегодня погода такая, что не клюёт никто нигде и ни на что. Сегодня погода меняется. Ну а если, друзья, рыба такая, как уклейка из-под льда клюёт, тогда есть смысл искать всю остальную рыбу, которая находится в придунных слоях. Будь то ерит, плотва, густера, тот же самый окунь, тот же ёрш и другие виды рыб. То есть, сделал рыбак лунку, допустим, да, не клюёт. В этой лунке отпустил мормышку до самого дна, на эту насадку не ловится. Это означает только одно, что в этой лунке, там у дна нет никого. Делаем вторую, третью, пятую, десятую и в конце концов встречаемся с рыбой. Потому что уклейка из-под льда клюёт, значит сегодня рыбе погода позволяет питаться. А значит, есть смысл искать эту рыбу, которая находится в придунных слоях и ловить её. Ну а если, друзья, рыба такая, как уклейка из-под льда клюёт, тогда есть смысл искать всю остальную рыбу, которая находится в придунных слоях. Будь то ерит, плотва, густера, тот же самый окунь, тот же ёрш и другие виды рыб. То есть, сделал рыбак лунку, допустим, не клюёт в этой лунке, отпустил мормышку до самого дна, на эту насадку не ловится. Это означает только одно, что в этой лунке, там у дна нет никого. Делаем вторую, третью, пятую, десятую и в конце концов встречаемся с рыбой. Потому что уклейка из-под льда клюёт, значит сегодня рыбе погода позволяет питаться. А значит, есть смысл искать эту рыбу, которая находится в придунных слоях и ловить её. Слегка повторюсь, как и в начале видеоролика, многие рыбаки, в том числе и начинающие молодые рыбаки, очень часто эту ошибку допускают. Пришли на рыбалку, сделали, допустим, лунок 5-6, нацепили на мормышку насадку, отпускают в одну лунку, вторую, третью, четвёртую, потом начинают менять насадки, одну, вторую, третью, те, которые есть в арсенале, не клюёт. Почему? А почему? Да потому, стоило бы вообще узнать, клюёт ли свиня вообще хотя бы, хоть какая-то рыба. В том числе и уклейка. Потому что уклейка, она к насадкам вообще-то не избирательна, и так как она находится в верхних слоях, на неё, конечно, тоже действует погода, но я из своей собственной практики знаю. Если не клюёт уклейка, ни зимой, ни летом, ни весной, ни осенью, то не клюёт больше никто, нигде и ни на что. Кардинально меняется погода. Ну а если уклейка клюёт, то значит вся остальная рыба, которая находится в придённых слоях или в полуды, зимой, весной, летом и осенью, ловиться будет. Главное её теперь найти. Вот, друзья, та самая информация, которую я хотел с вами поделиться. А именно, когда вы пришли на водоём, сделайте 3-5 луна и под самый лёд отпустите мормышку с насадкой. Там, где есть уклейка, времени долго вам ждать не понадобится. Буквально пройдёт меньше-таки минуты, ну и секунд 20 потолок. И вы увидите, клюёт сегодня рыба или нет. Поклёвки сразу же раздадутся, потому что уклейка, она везде сущая и встречается в больших объёмах. Стоя её огромнейшая, как мелкая, так и крупная. В принципе, таким образом вы сможете легко сегодня понять, ловится сегодня рыба или не ловится, благодаря уклейке. Хорошая рыба, вкусная, в жареном виде. Всем удачи, всем пока. Как-то так.